Дальше дни. Вопрос очень важный. Обсуждаем его с экспертом Игорь Александрович Романенко. Это заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 2006 по 2010 годы. Здравствуйте, Игорь Александрович. Игорь Александрович, приветствую. Позвольте начать с первого вопроса. Добрый вечер вам. Глава военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что Россия стягивает военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога, которым он и руководит. Вилкул подчеркнул, что город готов к вероятному наступлению и даже штурму, и поэтому построил мощную оборону. Скажите, пожалуйста, с какой целью оккупанту нужна Запорожье, Запорожская область, куда и входит как раз Кривой Рог. Вот вы можете комментировать, а я покажу нашим зрителям карту, чтобы те, кто не ориентируется очень глубоко в украинской географии, могли понять, о каком направлении идет речь. Пожалуйста. Несколько дней назад с района Запорожья противник перебрасывал силы еще южнее, то есть Херсон. И с учетом того, что осуществляется его перегруппировка, причем в этой перегруппировке просматривается подготовка именно не просто к обороне, а к наступлению. То есть в связи с тем, что была им оценена ситуация по тому, сколько и каких сил он может собрать на этом направлении, очевидно, было принято решение о переходе, скажем, от обороны к наступлению. Поэтому сюда перебрасывается на южнобургское направление еще дополнительно 7-8 тысяч военнослужащих, причем это военнослужащие подразделения военно-десантных сил, воздушно-десантных сил, которые, как понятно, используются в первую очередь для проведения наступательных действий. Личный состав поступает со своей техникой, то есть боевые машины десанта, которые могут плавать, и для них это важно, поскольку, как мы знаем, правобережная группировка находится и обеспечивается через нефть, через мосты, которые повреждены, как известно. Но была организована ими паромная переправа, а также по Каховской ГЭС погребли, там тоже наносили удары, поэтому отчасти было приостановлено, но сейчас движение осуществляется. Кроме того, в этот район поставка военнослужащих и техники осуществляется железнодорожным мостом. Игорь Александрович, простите, я просто показываю сейчас карту, коллеги, будьте добры, вы видите на экран, пожалуйста, вот изображение, которое мы видим. Вот мы, получается, говорим о переброске отсюда на правобережную Украину, правильно? Вот с левобережной через Днепр. Здесь у них плацдармы, это правобережный участок, значит, вот если показать по Днепру, там есть мосты, по которым наносили удары, да, да, по которым наносили удары хаймерсы, очень характерно. Они такие, как иголочные, скажем, отверстия от них осуществляются, бьют достаточно точно, поскольку хаймерсы, точность это несколько метров. И таким образом, при необходимости, если сосредотачивать в нанесении таких ударов, можно осуществлять прерывание, продвижение, в общем-то, полностью, или его нарушение. То есть, конечно, у людей, которые могут в своей точке зрения анализировать эту ситуацию, видно, что, несмотря на то, что нарушается перемещение такого достаточно большого количества личного состава и техники, возникает вопрос, а почему вообще не прерывается, то есть не взрывается и оставается, так сказать, минимум. Возможно, генеральный штаб как бы запускает на этот берег для того, чтобы отчасти это делается достаточно медленно, не быстро, но все-таки с целью, ну, по большому счету, нанести там поражение этой группировки, потому что в случае необходимости возвращения назад, то есть можно, так сказать, перерезать окончательно такие возможности, и тогда группировка, которая находится на правом берегу, оказывается достаточно сложной с военной точки зрения ситуацией. Я пока не говорю там о оперативном хвате поднародному котле, но все-таки возможность, вот тенденция к такого рода деятельности, она остается. Игорь Александрович, простите, пожалуйста, что вас перебиваю, у нас есть возможность примерно понять, вот, отталкиваясь от карты, где находится наша группировка условно, да, и куда сейчас Россия перебрасывает свои силы, и где может быть как раз происходить бои-столкновения, вот по вашему мнению. Мы видим сейчас слева Николаев, видим посередине Херсон, я так правильно понимаю, что вот где-то здесь и могут происходить столкновения? Да, 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 линия соприкосновения, и здесь у них находятся войска, которые они пытаются усилить основательно, причем увеличив чуть ли не в два раза, то есть у них там было 14, где-то 13, 14 батальонных тактических групп с вооружениями, а сейчас, значит, они туда передислоцируют где-то еще тысяч 7-8 военнослужащих с вооружением и техникой. То есть это граница Николаевской и Херсонской области, правильно? Вот Степовая долина, Посад Покровская, Мирная, Зеленый Гай, вот эти вот поселки, которые разделяют. И надо учитывать, что мы помним, что последние несколько недель наши войска медленно, но все-таки продвигались, и за последние несколько дней освободили, продвинулись вперед, в сторону противника освободили 7 населенных пунктов. То есть еще вот и такая тенденция, то есть в ходе этой подготовки, значит, к наступлению, о котором было заявлено со стороны вооруженных сил Украины, вот осуществлялось такого рода действия. Поэтому в той ситуации, которая сейчас складывается, скорее всего, необходимо перейти с нашей стороны в оборону, при наступлении противника, простым языком говоря, перемолоть вооружение, технику, личный состав противника. Очень важно в этой ситуации определить момент, когда противник обессилит в наступлении, и в этот вот момент перейти в наступление. Но это при том, если будут у нас силы и возможности, то есть сохранять резерв при ведении боевых действий, которые бы потом ввести в бой, и осуществить какого-то наступления, о котором, ну, достаточно долго в последнее время. Александр Александрович, а значит ли это, что с контрнаступлением украинских войск придется повременить? Или это все часть плана? То есть, по сути дела, даже накопление российских войск оккупационных на южном направлении должно было произойти? Да, на мой взгляд, ситуация именно такая. Вообще, вот, проводя анализы и параллели со Второй мировой войной, вот, боевые действия, которые осуществлялись в Луганской области, и сейчас продолжаются идти ожесточенные в Донецкой Америке, о которых мы говорили, это такое пролонгированное по времени и расстоянию для Украины, как бы, Сталинградская битва. А после этого, для того, чтобы, как мы помним, принципиально выяснить ситуацию и перспективы стратегические, была проведена Курская битва. Причем силы собрались с обеих сторон, там разговор о броне силах, танках, в первую очередь, Курская битва, как мы вспоминаем. Но тогда было принято решение с советским руководством о том, чтобы осуществить это наступление от обороны. То есть, сначала в обороне были перемолоты, опять-таки, силы, бронесилы противника, и, значит, обессилив, вот, выдержав этот удар, там небольшие отступления были, потом перешли в наступление. Поэтому, так или иначе, с параллелями или без них, но здесь ситуация очень близкая к тому. То есть, в этой ситуации вот сейчас осуществляют код наступления, но это достаточно рискованно, хотя окончательно будет ясно. И, конечно, военно-политическое руководство это понимает, особенно военный, генеральный штаб, который сейчас окончательно отрабатывает планы осуществления действий на ближайшее время. И ситуация, скажем, обострится и перейдет в активную фазу, на мой взгляд, где-то, возможно, к концу этой недели, может быть, дней через 10, скажем, 7-10 дней. Игорь Александрович, в добавлении ваших слов об освобожденных населенных пунктах, вот как раз сообщение за вчерашний вечер, 53 населенных пункта в Херсонской области освободили вооруженные силы Украины. Это информация от временного главы областной военной администрации Херсонщины Дмитрия Бутрия. Игорь Александрович, а позвольте все-таки... Это в целом, я хочу обратить ваше внимание, это в целом за последние несколько, там, 2-3 недели, когда, значит, постепенно продвигались наши войска. И за последние 3-4 дня они продвинулись и освободили вот 7 населенных пунктов. Да. Позвольте все-таки вот уточнить, для меня очень интересно, зачем им кривой рог? Будьте добры, еще раз, коллеги, покажите карту, вот, чтобы зритель понимал о том, что происходит. Вот у нас есть Херсон, находится он ниже, и здесь, я так понимаю, идет основная переброска, вот, российских войск. Вот кривой рог, и из кривого рога идет дальше направление на Запорожье. Игорь Александрович, объясните, в чем задача идти в сторону кривого рога? Это, неужели это дальнейшая попытка прорваться на Днепр? Или, не знаю, успокойте нас, потому что все-таки Днепр полуторамиллионный город. Мы любым, конечно, городом дорожим, но тем не менее, это абсолютно новая линия фронта. И, как мы видим, соединяется кривой рог с Днепром прямым транспортным сообщением. Вот расскажите, зачем им это направление нужно? Значит, смотрите, к сожалению, успокоить вас совсем не смогу. А пояснить ситуацию, на мой взгляд, вот, подготовка этой ситуации заключается в том, что вокруг Николаева у нас созданы очень сильные рубежи обороны. И поэтому, несмотря на подготовку определенных сил, в лоб они же тоже делают выводы из своих ошибок, несмотря на то, что имеют преимущество, например, в средствах огневого поражения. Значит, они понимают, что можно, ну, там, продвинуться в сторону Николаева на некоторое время, на небольшое расстояние, но, в принципе, вопрос не решить. Тогда, если ударить вот в направлении на кривом рог, вынуждены будут наши войска перебросить силы вот на это направление, для того, чтобы приостановить их наступление. И это, как бы, вызовет дисбаланс в нашей обороне, и в ходе которого этих действий, это же будет разбираться в динамике, можно найти слабые места, куда ввести в резерв, и вот в этом направлении продолжит тогда наступление. То есть, вот, переходя, можно менять направление главного удара, то есть, нанести или сымитировать, вот вам подход, связанный с тем, что сымитировать, что все-таки пойдут в лоб, а на самом деле силы сосредоточить на, значит, вот этом направлении, на кривую рог, а, возможно, даже на дне. Кроме того, я хотел бы вам напомнить, что, значит, во второй наступательной операции, когда они планировали, они планировали осуществлять несколько котлов, то есть, оперативных охватов, значит, это вот рубежи Северодонецка-Лисичанска, ну, вот там они пытались, наши отошли в боях, перемолов силы противника, им это не удалось. Следующее, где они планировали, это Краматорск-Славянск, затем южнее Изюма, четвертый рубеж, и пятый, это Днепр. То есть, у них в планах было, если взять стрелки провести с севера и с юга, то, в общем-то, они во второй стороне... Скажите карту, коллеги, пожалуйста, вот тут как раз видно очень хорошо то, о чем Игорь Александрович говорит, то есть, Игорь Александрович, вот Славянск мы видим, вот Краматорск, вы же видите карту, да, которую я показываю? И вот как раз они хотели отсюда взять Днепр, кольцо, правильно я понимаю? Вот теперь, посмотрите, если взять стрелки с севера и с юга, то, значит, начинаем Остриё, это Северодонецк-Лисичанск, следующий, продвигаемся на запад, это Славянск-Краматорск. Да, вот они. Берем Изюм, вот посмотрите, Изюм, и это на севере уже, и снизу и сверху, если стрелки произойдут, это третий рубеж, где они пытались, и четвертый, если свести, вот как раз на Днепр. Поэтому то, вот как вы симпровизировали, я уж не знаю или как, то вы очень совпали с подходами, которые они, значит, планировали, ну, при начале своей стратегической второй наступательной операции. Так что вас можно брать в их штаб, значит, вы бы им там помогли. Сплюньте. Игорь Александрович, будем надеяться, что это не произойдет. Кстати, поступила информация. Я думаю, таким образом, как настоящие разведчики, помогли бы действия наших войск. Вот так. Ну, разве что в таком варианте. Хотя нет, Александра мы не отдадим, он на фридами. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, поступает информация от представителя Американского института изучения войны, согласно которому иранцы могли передать российским оккупационным войскам беспилотники собственного производства, обменяли на Су-35-е истребители. Если это так, то какую реальную угрозу представляют подобные беспилотники для украинской страны? Ну, несмотря на то, что есть официальные заявления руководства Ирана о том, что это не произошло, на самом деле есть разведывательные данные, которые показывают, что их беспилотные летательные аппараты, определенные образцы были развернуты на аэродроме для показа российской стороны, какие возможности они имеют и какие характеристики боевые. А я должен сказать, что, может быть, кто-то не знает, что Иран вошел в пятерку государств мировых, которые разрабатывают в определенных количествах беспилотные летательные аппараты, причем не только с возможности ведения разведки, корректировки, а в том числе и со свойствами нанесения ударов, то есть ударные беспилотные аппараты. Ну, вот, скажем, большое количество, так назвать это нельзя, но они все-таки в этом продвинулись, шли по пути, я бы сказал, к китайскому. Что-то у них было сбито, где-то они получали подбитые экземпляры, потом работали над ними, и, в общем-то, в кустарных условиях для начала, когда это начиналось у них, и с ограничений всяческие, которые накладываются и имеют место по настоящее время по отношению к Ирану, им удалось вот их развить, причем разные возможности они имеют, находиться в воздухе от нескольких часов чуть ли не до суток, такие варианты, и от десяток до сотни километров дальность их применения. Поэтому даже такое количество для россиян, понятное дело, было интересно. Я думаю, они заключили эту сделку, проходила информация, что чуть ли уже не где-то кораблями, суднами доставляются отдельные экземпляры из этих. Поэтому, конечно, непосредственно во время, в ходе боевых действий, если это случилось, ну, так или иначе, будет какое-то уничтожение, и будет тогда окончательно ясно, пошли иранцы это или нет, поскольку в этом случае, значит, в первую очередь амбеканцы, ну и другие наши союзники, кто может влиять на эти обстоятельства, еще раз заявили о том, что санкции еще ужесточатся. А, как известно, Иран борется за то, чтобы отменить антиядерные, так называемые, санкции, связанные с тем, что ведутся переговоры. Значит, ну, Трамп разрушил в свое время этот договор, и теперь американцы хотят к нему вернуться хоть в каком-то варианте, чтобы уменьшить скорость развития иранского ядерного оружия, скажем так. Игорь Александрович, большое спасибо. Спасибо. Игорь Александрович Романенко был с нами на связи, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины 2006 по 2010. Спасибо.